Дмитрий Пономарев Дмитрий Пономарев Дмитрий Пономарев Дмитрий Пономарев Дмитрий Пономарев Дмитрий Пономарев Просто, соответственно, решили отдать голос за человека, которого они знают? Скорее всего, да. Люди проголосовали за меня. Наверное, те, которым я помогал, увидели, что участвую, СМИ осветило и решили проголосовать. Георгий, расскажите, как давно вы вообще служите в полиции? В полиции я служу не так относительно давно, как мои коллеги, более 3,5 лет. Но если сравнивать, например, с вас, с вашими коллегами, кто из тех людей, которых вы знаете, у которых, возможно, набираетесь какого-то жизненного опыта, служебного опыта, кто дольше всех служит? Дольше всех служат руководители. Они, безусловно, каждый день дают напутствие, помогают в каких-то организационных моментах. Хорошо, а если говорить конкретно о конкурсе, с их стороны была какая-то помощь, поддержка? Может быть, там какой-то, не знаю, там заряд бодрости каждый день с утра перед началом рабочего дня? Безусловно, коллеги все болеют, если можно так выразиться за меня. Руководитель рады, что выиграл региональный этап. Если говорить конкретно, вот, например, о выборе этой профессии, потому что профессия, как пелась в одной очень известной песне «Опасна и трудна», наша служба опасна и трудна, насколько осознанный был выбор ваш именно службы в полиции? И, может быть, от кого-то был какой-то совет? Вот об этом расскажите, пожалуйста. В полицию я пошел по стопам своего отца, он меня всю жизнь отдал органам внутренних дел. С детства мечтал, хотел стать сотрудником милиции, ну, сейчас полиция. И действительно стал работать, служить, и мне это понравилось. Понравилось помогать людям. Видимо, одна из самых любимых книжек в детстве была как раз-таки «Дядя Степа», да? Да, да, да. Возможно. Вы знаете, у нас огромное количество русских фильмов ежегодно снимается, и в том числе были и в советские времена фильмы, в которых главным героем становился именно участковый уполномоченный. Ну, там, легендарный Анискин, понятное дело, потом, если сейчас так навскидку вспомнить, фильм с безруковым в главной роли участок. Вот, мне любопытно ваше мнение, насколько киношный образ участкового совпадает с образом тем, который есть в реальной жизни? Ну, безусловно, в кино все приукрашено всегда. К тому же и Анискин, и участок, служба проходила в деревне, вот, а у нас город. Здесь жизнь бьет другим ключом, все активнее. Ну, и, соответственно, и обращений больше, и проблем больше бывает. Да, 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 обращений больше, людей больше, соответственно, да, и всяких разных проблем с проблемами сталкиваемся. В общем, кино есть кино, реальная жизнь – это реальная жизнь. Совершенно верно. Сколько, вот если, например, максимум сейчас представить, сколько обращений, сколько встреч в день бывает на вашей службе? В день в среднем 3-4 встречи. Ну, и каждая где-то занимает разное количество времени? Абсолютно верно, по-разному. От получаса до двух часов, смотря какая у людей проблема. Что самое сложное в вашей профессии, и что в ней есть такого, что больше всего вас привлекает? Вы знаете, в начале службы столкнулся с такой проблемой. Необходимо много общаться было, много людей, разные категории лиц, разные категории людей. Кто-то грубый, кто-то мягкий общается. И столкнулся с вот этой проблемой, необходимо найти было общий язык, общий язык со всеми. И по истечению времени, с опытом, у меня получилось это сделать. И теперь некие проблемы, конфликты словесные могу решать очень быстро и эффективно. То есть, по сути, участковые, уполномоченные – это не только правоохранитель, но и в какой-то мере дипломат? Да-да-да. В самой, наверное, прямой мере дипломат. Расскажите, пожалуйста, когда у нас состоится федеральный этап конкурса и как вы к нему уже готовитесь, возможно? Может быть, какая-то помощь опять со стороны, от коллег, от руководителей? Все болеют за меня. Будет следующий конкурс с 1 по 10 ноября. Я, безусловно, надеюсь, победить в нем, это все зависит от людей, которые проголосуют, наиболее, большее количество людей, когда проголосуют, тот и выиграется. А сколько всего людей, получается, выходит на федеральный уровень? Уже примерно есть понимание? Уровень выходит с каждого региона по одному человеку. Ну, то есть, грубо говоря, сколько регионов в стране, столько и претендентов. Да, и победит сильнейший. Мы постараемся всей нашей огромной Кубанью болеть именно за вас. И призываю всех наших телезрителей делать именно так. Спасибо огромное, что были сегодня в нашей студии. Желаю вам победы и желаю вам каждого рабочего дня, чтобы он был немножко полегче. И поспокойнее. И поспокойнее, да, все верно. Спасибо. Спасибо. Это была «Точка зрения». До встречи на телеканале «Краснодар». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова